Администрация города Твери, а также общественные организации региона оказали поддержку тем, кто в ней сегодня особенно нуждается. Медикам нашего города, находящимся сегодня на передних рубежах борьбы с коронавирусной инфекцией. И школьникам, которые в горячую предэкзаменационную пору вынуждены проходить обучение в дистанционном формате. Подробности в сюжете нашего корреспондента Натальи Чекет. В школах Твери проходит третий этап выдачи продуктовых наборов для школьников, находящихся на дистанционном обучении. Продукты получают дети из малообеспеченных семей и начальных классов. Ранее родители уже получали пайки, рассчитанные на 13 и 12 дней. В рамках нынешней акции продукты будут выдавать на 14 дней. Всего заготовили более 23 тысяч продуктовых наборов. В основу набора продуктов лежат рекомендации Министерства образования Тверской области. Соответствующие рекомендации мы направили в школы. И этот набор, он как бы един для всех образовательных учреждений. Надо сказать, что школы очень организованно подошли к этому мероприятию. Состав набора это чай, макароны, рис, хлопья, кукурузы и овсянки. Большая часть это продукты с длительными сроками хранения. Также при формировании набора учитывались нормативы повседневного рациона питания детей в школе. При закупке отдавали предпочтение тверским производителям. И весь список продуктов был согласован с Министерством образования Тверской области. Пайк достаточно увеситый, достаточно большой. Надо сказать, что довольны наши родители. У нас много многодетных семей, где в школе обучается 3-4 ребенка из одной семьи, иногда больше. И они считают, что это очень серьезный подспорь к их семейному бюджету и к их организации жизни. На сегодняшний такой очень непростой момент. В каждой школе сформировано расписание, согласно которому производится выдача продуктов для разных классов. Это сделано для того, чтобы избежать большого скопления людей. А тем временем в регионе помощь оказывается и главным героем борьбы с пандемией коронавируса – врача. Часто им не хватает элементарных расходных вещей – масок, защитных костюмов и очков. Представители Общероссийского народного фронта Тверской области в рамках проекта «Мы вместе» передали в городскую клиническую больницу номер 6 средства индивидуальной защиты. Их отдадут тем медикам, которые непосредственно работают с пациентами, инфицированными вирусом COVID-19. Ставлены респираторы, очки, одноразовые костюмы – это все то, это те средства индивидуальной защиты, СИЗы, как мы их называем, без которых доктор просто не может входить в красную зону. Всего было передано порядка 200 защитных костюмов, столько же респираторов и 300 очков. И, как говорят медики, такая помощь им сейчас требуется, как никогда раньше. Это очень необходимо, жизненно необходимо. Это прежде всего защита наших сотрудников, это прежде всего здоровье их, их родственников, их детей, их близких. Это очень важно, потому что без этого мы сотрудника отпустить не можем. Коронавирус – это своего рода вызов и проверка для нас всех на терпение, сознательность, милосердие и готовность помочь тем, кто нуждается в поддержке. Отрадно, что все больше организаций, активистов, волонтерских движений приобщаются к этому важному делу.